здравствуйте уважаемые зрители это наш второе видео по созданию матрицы на основе модели звезды вот так вот я завернул ну начнем создаем новый файл модель я уже немного поработал здесь сделать такие вот размеры 250 на 60 миллиметров такая вот матрица окей теперь зададим ей нулевую точку она переместилась у нас вытащим направляющим в 0 так у нас выглядит трехмерном виде переходим траектории и ищем задание заготовки дадим ей высоту ну допустим 30 миллиметров окей нам нужно чтоб контейнер был внизу перемещаем ползунок окей все сохраним матрица вот она уже есть сохраняем это заел арткам немного один из подписчиков у меня спрашивал зачем часто сохранятся пожалуйста арткам тупо вылетает и все хоть и тресни ставлю видео на паузу продолжим так после паузы и таки не смог сохранить оставил эти попытки потому что видимо из-за видео арткам не может не может нормально сохранить зависает полетает но не суть продолжим значит без сохранения но вы сохраняйтесь потому что в разгаре работы можно забыть о сохранении и сохранять не просто сохранять как и делать ну короче менять название файл чтобы был второй файл потому что у меня было такое что уже как бы зашел в моделирование очень далеко и нормально там все получилось и вдруг бац и ошибка и ничего не смог сделать пришлось переделать все заново короче большую работу пришлось проделать так продолжаем вот наша матрица заготовка матрицы теперь нам нужно вставить на ней в нашу звезду так переходим в рельефы им импорт нажимаем импорт нажимаем рельеф рельеф нашей звезды можно сохранять вот здесь сохранить рельеф даем название вот и потом загружаем так открываем у нас появилась такая вот менюшка наша звезда вон в углу где-то там переходим 2d вид помощник так давайте выровняем по центру выдачим направляющим а да сейчас я выставлю саму модель центральный пиксель 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 так теперь направляющую тоже в ноль вставим заблокируем так все с помощью клавишами вправо влево максимально ставим ее по центру так вот наша звезда мы ее перемещаем вниз здесь можно также задавать направляющие чтобы точно рассчитать количество моделей которые будут помещаться в матрицу этого я сейчас делать не буду я это конечно делал когда работал вот но сейчас просто ориентируйтесь вот по этим направляющим очень удобно то есть выставляйте модель точно центр давайте допустим сейчас модель опущу вниз где например на будет наверное здесь скорее всего на будет вот это вот перекрестие наводим на перекрестие направляющих так есть такое дело тоже заблокируем эту направляющую так вот здесь вот раньше вручную то есть шифтом перемещал создавал такие направляющие сколько нужно было штук ну вот здесь вот я нашел еще один инструмент очень удобный копии это очень похоже на массив вращения или линейный массив вот здесь вот есть точка копировать линейную вот здесь задаем сколько рядов 6 и расстояние по игре между нашими моделями 40 миллиметров так кое-что я упустил так кое-что я упустил ага вот когда мы значит появилось это меню задаем наш размер как мы помним она входила в окружность 20 миллиметров 20 задаем здесь 20 здесь задаем 7 снимем автоматически масштабирование применяем 20 20 20 27 наша модель вообще где то улетела непонятно куда закрываем и снова импортим нашу наш рельеф тоже самое 20 27 применить так по центру вниз точно выставляем по нашим направляющим смотрим 3d вид где наша звезда вот она отлично переходим в 2d вид и так здесь мы размеры задали нажали кнопку применить теперь переходим вкладку копии копировать линейно 6 рядов расстояние 40 миллиметров так вставить вот наша модель да наша модель разместилась точно как мы задали вот здесь вот здесь этими параметрами ну все это очень легко прочитать на калькуляторе то есть не сложно делается вот пожалуйста наша модель готова то есть как бы в 3d максе мы создаем ну как сказать вам грубую так сказать модель да на которую мы можем с помощью ну это в следующих видео я обязательно покажу что допустим есть такие звезды или там кокарды которые с такими насечками и их можно в 3d максе это тяжело сделать можно ну будем сказать что долго наверное а здесь можно с помощью векторов то есть рисуется в 2d в виде векторы здесь вот и потом задаются с помощью редактора формы высоту этих векторов ну как бы это я потом покажу вам ну в 3d максе конечно тоже это все можно сделать в каждой программе есть свои плюсы есть свои минусы допустим здесь в этой программе очень хорошо сделать изгибать модель то есть допустим вот матрица наша готова а нам надо чтобы она была полукруглая мы параметрами то есть допустим ее в 2d виде полностью красим я раньше это показывал там я орла по моему лепил там делал орла я закрасил полностью всю всю нашу модель и редактором формы просто изогнул на нужный градус без как бы потери качества вставленной нами сюда модели ну в принципе что я хотел вам показать то есть очень легко вставляется в матрицу или допустим это может быть не матрица это может быть какой-то быльца там мебельная какое-то там то есть можно стать звезду там ну это и как я делал сейчас простую модель вот или там какие-то завитушки там отдельно как-то все это вставляется очень просто легко и потом в программе в программе в программе арткам просчитывается и переносится все это в матч 3 вот и обрабатывается ну это матрица это маленькая а я делал там был такой заказ нужно было сделать ну там немного по-другому там векторами все делалось и по средней линии я модель саму не рисовал а просто были были векторы были нарисованы векторы вот как здесь они были объемные допустим если сделать сдвиг здесь есть инструмент сейчас я его найду смещение векторов сместить получится сейчас или нет да вот то есть она была такая вот объемная я просто сделал инструментом траектории по средней линии где-то здесь есть она вон гравировка по средней линии то есть огромная там фреза ну не огромная а большая фреза и она по средней линии ну сделала хорошо получилось вот то есть саму модель я не рисовал вот такое видео у нас получилось немножко конечно отклонился от того что хотел спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь всем пока спасибо 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 спасибо